Ну что ж, приветствую всех на WallSuite Online. Каждую пятницу в 20.00 мы рассматриваем основные фьючерстные рынки. Всем добрый вечер. И по традиции начнем с новостей. Так, нам нужно экономический календарь. Сейчас, секундочку. Так, ну, 25-го числа в понедельник в США день памяти. Ну и в некоторых странах также будет праздничный день. Поэтому все рынки закрыты по штатам. И это нужно будет учитывать. То есть понедельник будет такой, если какие-то рынки будут работать, то достаточно так спокойно, без излишеств. Вторник по штатам у нас New Home Sales. И в четверг Jobless Claims. Безработица. И ВВП в пятницу. Вот четверг-пятница, наверное, самое интересное будет по штатам. По отчетам это и волатильность, и сильные движения. Поэтому все внимание в четверг-пятницу, особенно в пятницу, когда в ВВП будет отчет. Так, по остальным странам у нас интересный отчет будет в... Сейчас скажу, в какой день. Пам-пам-пам-пам-пам. Это у нас пятница. Да. Также в пятницу в 10.00. Опережающий индикатор. КОФ. Швейцария опубликует. Немного о этом отчете. Значит, они собирают порядка 12 данных и потребительская уверенность, и банковское доверие, производство, новые заказы, жилье. То есть, ну, в общем, такой совокупный индекс. И раз в месяц он публикуется ниже предыдущего показателя замедления экономики, выше предыдущего улучшения. То есть, сейчас ситуация прогнозируют, вернее, прошлый был 90, прогнозировали выше ожидания, но по факту осчитались на 89,5. Сейчас на пятницу, 29 мая, отчет вроде как чуть выше предыдущего. То есть, на одну целую. Но, как отчитается, будет интересно. Уже не раз мы о нем упоминали. И, в принципе, если существенно идут отклонения в худшую сторону, то они ожидают, скорее всего, рынок будет ориентироваться на нисходящую динамику. Причем, очень-очень часто он как раз и хорошо подсказывает нам тенденцию, кроме S&P. Потому что это сектор Европы. То есть, те, кто торгует Европой или ориентируется на какие-то акции. Вот КВФ я рекомендую взять на вооружение. Так, что еще у нас интересного? ВВП Британии в четверг. Годовое и квартальное ждут на одну десятую выше предыдущего показателя. И, в принципе, все. Да, практически все. Отчет на этой неделе по России безработица. Там она немножко выросла, да. Но средний показатель в процентном соотношении ниже на одну десятую. Ну, в общем, как могли, так и отчитались. На следующей неделе также отчитываются Bank of Montreal по штатам Торонто и Royal Bank of Canada. Отчеты будут на штатах, то есть на Найсе, скорее всего. Также в четверг отчитывается Сбербанк. По экономическому календарю 2,4 прогноза. Посмотрим, как будет отчетик идти. Ну, в общем, вот такие события и новости ждут на следующей неделе. Может быть, что-то будет не запланированное. Ну, в четверг, в общем, в концу недели будут все движения. До четверга, скорее всего, в понедельник будет рынок абсолютно спокойный. Вторник, в среду что-то по типу небольшой раскачки, либо флета, особенно в среду. И в четверг уже начнется кач. 8 июня стартует курс Basic, стартовый курс по Wolfix. И 1 июня будут вступительные лекции, открытый вебинар 1 июня. Так что приходите, будем общаться. И интересная тема будет и Елена Сон, и я с небольшим докладом. Так, ну, теперь наши трейдеры из паблик рейтинг. Начнем с S&P за неделю. Значит, никго 182 закрыл покупку, плюс 100 тиков. Неплохо на самом деле, как бы. Очень-очень круто работал Yamaha 72. Тут в начале недели хорошие были движения на покупку. Он практически все взял. И, ну вот, на фомку надо было осторожнее. В общем, с такими заносами, но как-то это все вытащил. И круто вот развернулся. 21 числа сразу же пошел на покупку и зафиксировал вот конец сессии, скорее всего, там, ну, на максимуме весь рейндж. Пятница абсолютно, как видите, манипулятивное движение такого класса, как... Ну, то есть, это уже за рамки адекватности, как по мне, вышли на S&P, они уже не знают, как извращаться с адекватировкой. Вот. Так что, весна тоже закрыл покупку. Life is so short. Ну, в общем, потихонечку у трейдеров что-то получается. Есть уже такие твердые лидеры по S&P. По RTS Velargo, как-то так, наверное, испанское какое-то название. Очень технично работает. Смотрите, какие сделки. Круто, правда? Неплохо. Это достаточно неплохой... Ну, неплохие сделки. Особенно покупку 21-го, это вообще круто. James Bond. Андрей, еще студент, ну, уже вот такой вот может показать. Неплохо. Побольше сделок надо. Смак недавно появился, но уже чем-то вот удивил. Ну, несущественно, но уже неплохо. Андре. Медведь у нас. Без топов. Если бы стопик еще выставить, было бы вообще классно. Billion Pro тоже покупку закрыл. BNW 0.63. На минимуме недели жестко пытался шортить. Ну, SVK, как обычно. Вот это что-то новое. Тестируют, скорее всего, потому что абсолютная активность. И с одним контрактом на открытие. Председатель 16-го у нас вот взял движение все 21-го. Лариса тоже чем-то нас удивила. Осталась лимиткой, она, наверное, про нее забыла. А вот это у нас по РТС. По рублю тоже есть некоторые сделки у ребят. Особенно вот трейдер без ника неплохо поработал. Практически все основные движения взял. 3VV New что-то там закрыл, скорее всего, продажу. И вот появился новый трейдер с такой страшной аватаркой. Серж. Вот купа-купку он захватил. Ну, рубль на этой неделе был не из легких, как по мне. Потому что достаточно жестко срывали стопы и частенько. Остальные либо в нуле, либо ниже нуля. Так, на Еврике пират 98. Рвет и мечет. Вовремя перешел в шорт. Стоит без убыток, все отлично. Так держать. Первое место уже какую-нибудь неделю. Лук Рэм. Если ваш снег называю немножко неправильно, там ударение, либо произношение, без обид. Потому что... Так, пилот без аватарки тут. Вот в начале недели все хотел зайти на бай. Тем самым, наверное, потерял достаточно много процков. Так, бум. Ну, остальные группа Шортила и МИК. Так, фунт. Давайте посмотрим, кто у нас там лидирует. И опять пират 98. Захватил рынок. Валютные фьючерсы все под его руководством. Отлично. 5D Trade проснулся. Почаще бы открыл позиции. Как по мне, рано закрыл покупку. Там абсолютно не было причины фиксировать. Остальные контракты можно было еще стоять и стоять. Юра тоже там что-то открыл. Но остальные по стопу по скоку. И золото с нефтью. Давайте посмотрим и начнем обзор. Так, Dragon. Вот такие вот вытеснили. Постоянных лидеров. М8 и ПАВ. С первых позиций уже вот появился Dragon и Дизель. Дизель практически не отдыхает, судя по всему. Есть хорошие сделки. Есть. Ну, есть немножко и... Мы вот просчитывали по статистике. За сессию торговую, да, то есть рынок может выдать порядка трех, ну, четырех точек входа. То есть, ну, более такие адекватные, да, то есть более трех сделок за сессию есть только в случае, если торгуете там европейскую сессию, еще и штаты. То есть тогда. Если чисто штаты или чисто Европу, то до трех сделок за сессию это оптимальная торговля. Скальпинг, конечно, не рассматривался. Это чисто интродэй, даже мульти, то есть интродэй, который оставляет там на несколько сессий открытым. Вот, то есть выше уже вероятность совершения ошибки трейдерам растет просто с большой таким арифметическая прогрессия, да, с большой прогрессией. Вот, поэтому присмотритесь к своей торговле, если вы много сделок открываете. Так, и Pirate 98 тоже вот третье место, прям три фьючерса порвал на этой неделе, хорошую продажу постоял, по делу вышел и покупка уже была лишней. То есть, ну, Фомка многих выбросила из равновесия. Вот, М8 на двух щитах, и оба они в хорошем положении, неплохо. Что ж там, Паунас? Да, он все-таки покупку пропустил, надо было раньше крыть. И по нефти сейчас посмотрим ACL. По нефти я не смотрел, и тут Dragon, сейчас подгрузится. Те, кто недавно присоединились к Wall Street Online, трейдерс рейтинг, вы можете абсолютно свободно зарегистрироваться, скачать платформу и также принять участие, транслировать свои сделки, можно подключить и реальный счет, и торговать на виртуальном счету, ну, и смотреть, где открывают сделки другие трейдеры. То есть, это все онлайн, все открыто, то есть, прозрачно, здесь нет никаких манипуляций с рейтингом. Также можно дублировать сделки трейдеров, то есть, через завтра Fulldesk, коннектится каким-то трейдером, вот, например, к 5D Trade. И на вашем счету открывается эта продажа по нефтянке. Так, Дарвай круто заширотил, очень технично и технично вышел, неплохо. И пару сделок сделал Карлос, нет стопа, это очень плохо. Расслабился, наверное, немножко, но покупка взята. Так, ну, в общем-то, вот такие рейтинги, вот такие результаты. Фомку многие были выбиты манипулятивным движением на рынке, волатильностью, поэтому там лучше, ну, в кэше быть, когда проходит фомка, рынок очень нестабильный. Так, всем добрый вечер еще раз, кто только присоединился и начнем с S&P. Вот такая у нас котировочка за этот контракт. Мы уже сколько? 4 сессии, 4,5, 4 стабильно, 4,5 на максимуме контракта. Вот, и баланс спроса-предложения, то есть, говорит о том, что там кто-то все-таки покупает, раз так удерживают котировку на максимуме, то есть, продать дороже, купить дешевле, закон спекулянта уже бы давно создал какой-то коррекционный маневров относительно такой завышенной цены по индексу S&P 500. Но, видите, стоит 4,5 сессии, значит, там есть какие-то байеры. Ликвидность не блещет, особенно вот последние две сессии, видите, она все падает и падает. Скорее всего, после праздника в понедельник начнутся какие-то движения, а под четверг еще их аккуратненько всех скинут на волатильность, поэтому осторожненько запишите себе где-то или поставьте напоминание в смартфон, что в четверг надо не пропустить дробус клеймса, а в пятницу еще и GDP, ВВП. Так, значит, для таких позиционных среднесрочных целей пробития вот этого небольшого массива на загрузку, он же будет у нас поддержкой 21.15, 21.18. Видите, пару раз уже его тестировали. То есть, если уйдут, ну это порядка двух сессий надо, либо одна очень волатильная, и потом не будут особо атаковать 21.20, 21.25, то у нас есть начало, будет начало тогда нисходящей динамики, корректировки. Осталось три недели до экспирации, вернее, даже не до экспирации, а как объемы начнут переходить. То есть, вот следующая неделя, потом с первого по пятая неделька и с 8 по 12 июня три недели нормально будет ликвидность на этом контракте. С 15-16 числа объем начнет уходить на сентябрьский контракт и то есть, ну фактически, ну еще недели две может какая-то быть динамика, а потом начнут все скидывать покупки и позиционные участники и среднесрочные, то есть ликвидировка в любом случае должна быть. Я вам хочу даже показать, я специально даже смотрел, потому что очень похожая сейчас ситуация и в мартовском контракте была такая модель. как использовать дельту или принять решенькую сторону в противозву. Это AllSuite Online, к сожалению, здесь мы не успеем и не получится. Давайте, вот как раз 1 июня будет открытая лекция по курсу Basic и там напомните насчет дельты, там как раз будет время на то, чтобы показать, как ее использовать и на что обращать внимание. 1 июня это открытая лекция, приходите все, подписывайтесь на рассылку, там вам приглашение в любом случае придет. Хорошо, только напомните, потому что я могу забыть. Смотрите, это мартовский контракт и также потолок, также вот порядка такого флета и если посчитать примерно, ну вот 15-е, раз, два, три, вот как раз где-то три недели. Вот наша неделя текущая. Крытая лекция по профкурсу. Я не знаю, еще расписание даже. Ну, профкурс стартует где-то в конце июня, то есть еще рано. Когда будут расписание составлять на июнь, уже так детально, то на сайте, как бы в разделе расписания можете найти, либо в группе WallSuite Online разместят. Пока я ничего не говорила про даты открытых лекций. Так, я о том, что у нас похожая ситуация, опять максимум, опять жесткий боковик и потенциально вот могут точно так же отыграть последние три недели. еще декабрьский контракт, идентичная модель была, не прям точь-в-точь, но очень-очень похожа. Опять же, раз в неделю, два неделя, три неделя, ну, вот четвертая где-то примерно. Вот, то есть могут пилить до прям экспирации и потом за одну неделю якобы откорректироваться. Мы поставим, да, здесь вот по неделям, грид, раз, два, три, и вот по типу нашей, ну, порядка вот такого, по такой модели. То есть еще может два вот таких массива отформировать чуть выше текущего, то есть потенциально могут спокойно. И это уже повторяется два контракта подряд, то есть это прошлые контракты, декабрьский, мартовский. То есть как на максимуме они сражаются, ну, в общем, присмотритесь, изучите, потому что очень-очень напоминает текущую активность на S&P. Повторяются, ребята, в общем. Ну, здесь, видите, контракт уже тяжело им толкать на север, очень тяжело. Да и объемы не те. Плюс еще объемы начали падать в последние сессии. И посмотрим, посмотрим, как это все будет вторник, среду и четверг. Значит, это поддержка пока номер один. Это основной массив. Давайте его более так точно выделю. Так, вот 21.27 и 21.23. Это массивность этих четырех сессий. Выйдут ниже их уже есть намек на потенциальное пробитие. Там 21.15, 21.18. Но вот на том уровне 21.15, 21.18 как раз и может произойти такая баталия. Либо опять протестируют, как эти две сессии. Быстренько так сбросив стопы. И тем самым вовлекут кучу трейдеров на продажу. Так как там очень много желающих будет заширтить. Но, видели, да? На истории еще могут спокойно две недели мучать. Вот тут сформировать. Четыре сессии. Потом еще вот так. И потом сигануть на коррекции перед экспирацией. Лето, боюсь, может быть вообще боковиком жестким. То есть, вот это ужас. А там еще может быть хуже. Потому что, скорее всего, осенью могут повысить процентные ставки. И кто Фомку смотрел, вернее не смотрел, а читал отчет. То с июня вроде как на конец года, либо на третий квартал переносит. Пересматривать будут только. То есть, они могут рассказывать это и до 2016 года. Поэтому тут важная информация была в том, что они не готовы в июне повысить процентную ставку. То есть, уже перенесли на осень. Осенью повышение процентной ставки, естественно, создаст тренд на шорт. И это как раз под осень нормальное явление. Осенью достаточно часто идут сильные движения на рынке. И S&P также. Значит, ну вот два уровня, которые следует мониторить. То есть, потолок могут спокойно срывать стопы. Поэтому лучше не вмешиваться там. Те, кто уже невмоготу ждать какой-то нисходящей динамики, пока не пробьют этот уровень. Все остальное будет достаточно манипулятивным. Покупать на максимуме контракта, ну, не знаю. Я бы не лез. Среднесрочный репозиционный, но там покупать на макушке. Давайте посмотрим, что отраварится там по дельте. На максимуме контракта у нас 21 число на покупке было. Практически нулевая дельта 10 тонн, 7, 9. Не особо, без сильного отклонения. То есть, по типу, как здесь 41 тонна за селлерами. Потом еще одна сессия была на шорт. То есть, спокойно, без излишеств. Ну, в боковике без объема это нормальное явление. Поэтому потенциально здесь собирают толпу и наказывают желающих продать подороже и купить дешевле. Так, давайте посмотрим, что там, какое состояние открытого интереса на данный момент. Да, ну, достаточно стабильно. То есть, вот 2,7, причем пик был 2,765. Ну, вот тем шортом повыбрасывали некоторых трейдеров и последние две сессии только прибавляют. Там размещаются и, судя по всему, могут даже на покупку размещаться. Видите, не падает, так сказать, интерес. Сдерживают пока. Ну, и спекулятивно уровни на недельном периоде. Так, сейчас чуть-чуть попроще поставим фильтров. Если обратить внимание, то достаточно часто на американской сессии работали как раз вот в этих ценовых диапазонах в разные дни, но в одном диапазоне. То есть, именно американская сессия. У них задача была здесь разместить кучу объема. Потом поддержку мы сразу выделяем 21,19. Вот этот массив. В понедельник сформировали. Такая была нелегкая сессия. Вот, активность пошла. И, как видите, вот в среду и четверг под Фомку сбросили всех и сразу пошли на север. Вот тут у нас была Европа. Пока ее протестировали два раза. Даже три. И четвертый раз, я думаю, будет уже на пробитие. Поэтому, чем чаще тестируют такие уровни, тем больше вероятность, что их пробьют. Это ядро недели. 21,23,5. 21,26,5. Тут как раз америкосы и разместили свою объемину. Уйдут ниже ядра. То есть, потенциально атака может быть на вот этот уровень. Мы уже его отметили. Но кажется мне, что его еще будут поддерживать. Поэтому присмотритесь. Ну и сопротивление тут, в принципе, и этот массив, и весь вот этот хвост на сброс стопорей. Также с частью четверга на сопротивление. То есть, посмотрим, посмотрим, могут и не пробить. 21,29, 21,31 как сопротивление, которые уже раза 4 или 5 пытаются атаковать. Вполне могут пробить. Я думаю, что могут быть выше, хотя бы за стопами, но сходят. То есть, поэтому аккуратнее там с шортами на максимуме. Это может быть очень жестоко. Давайте посмотрим, что там на европейских площадках. Драга сообщил так аккуратненько, что станок они пока выключать не будут. Не сильно все стабильно в евросекторе. Ну, под эту тему сразу все начали талиться на бае. Вот прям с минимума после драги сразу же ушли на middle где-то диапазона, середину диапазона. Вернулись в ядро за контракт 3624-3671. Там уже пятница торгуется на максимуме недели. Поэтому спрос есть. И если не уйдут ниже 3624, это порядка первых объемов на этой неделе. То есть, могут откорректироваться и подзатариться еще на рост. Пока драга не скажет, что надо что-то, надо протестировать нашу экономику. Мне очень нравится читать отчеты, например, по фонке. Оборот у них в тексте происходит, что прям, ну вот, я как анекдоты читаю просто. Вот, неопределенность, какая-то непостоянная неопределенность в экономических показателях заставляет нас… Ну, это почитайте, как-то возьмите вот хотя бы последние там 10 отчетов. Это реально какие-то словесные манипуляторы. В общем, это FESX тоже, видите, ликвидка падает. Каких-то ждут отчетов, возможно, даже на следующей неделе. То есть, дальше толкать может быть сложнее, поэтому нужна ликвидность. Вот здесь она была, а здесь такая достаточно повышенная. Сейчас, как видите, ниже среднего, средняя вот так. То есть, пока рост руки на стене поднимется, толкать, наверное, будет сложновато котировку. Ну, на DAXE идентичная схемка, причем удивляет вот эти две сессии. Ну, редко, когда можно на текущих рынках увидеть гэп между сессиями. Маркетмейкеры настолько плотно поддерживают ликвидность в стакане, что гэп редко можно встретить, а здесь, как видите, есть он. Прямо микро, но есть. Такое сразу удивление у меня было, что ничего сего гэп. И тоже, четыре сессии просто штиль. Жесткий штиль. Поэтому могут спокойно скинуть байеров до этого массива. Времени массива, а гэпа. Закроют, возможно, даже гэп. И потом опять на север. Ну, в противном случае, если вы нацели нашортить, то дождитесь, когда скинут стопы всем селлером на этих четырех сессиях. И потом, когда начнут уходить ниже этого массива, уже будет достаточно безопасно работать на продажу. РТСик у нас тут. Значит, поддержку пока удержали. 101 800, 102 900. И контрольная поддержка на сотке у нас осталась. То есть, пока без изменений. Пытались идти на 109. Два раза, как видите. То есть, на той неделе. И с этой недели прям вот ушли. Поэтому этот уровень мы возьмем как уровень страха. Три сессии уже там были, не опустили выше. 107, 108. Вот у нас стратегическая цель. Пробьет РТС или нет. То есть, пробитие этого уровня, я думаю, многих вовлечет в это приключение. То есть, там и стопы начнут вылетать, и на пробитие уровня начнут заходить. То есть, там импульс будет весомый. И вот три сессии практически без активности идут на жестких манипуляциях. Там тяжелые были сессии на этой неделе. Поддержку удержали, поэтому на этот уровень еще больше внимания. 103, 102, 500. Присмотритесь. То есть, это уже такой проверочный уровень. Если сильно будут поддерживать и не пускать индекс РТС ниже вот этой локации, еще есть надежда на спрос. Ну, и, соответственно, нефтянка, Сбербанк, Газпром. Еще и посмотрим, как считается Сбербанк на следующей неделе. По дельте у нас на РТС вот такая ситуация. 19 числа были селлеры, и практически с 18, 19, 20, три сессии вот в этих диапазонах активно работали. Возьмем, подметим 106-ю по 104,700. Этот уровень возьмем, как возможный, который будет сдерживать. Потому что, видите, пятница пока не пробила этот диапазон. Если понедельник, вторник не пробьют, то могут либо временно тут во флете остаться, то есть либо протестируют еще раз тот уровень поддержки, который отмечен, там можно будет попробовать на покупку поискать точки входа. Четверг и пятница пока за байерами. Хоть и флэт, хоть и ликвидность не повышенная, такая даже чуть ниже нормы, но байеры пока, вот четверг особенно, были. Посмотрим, что там по открытому интересу. Как ушел к 400 в начале месяца. Так и там остался. То есть пока нет особо сильных приливов участников. На максимуме не все могут решиться толпой зайти. Скорее всего в режиме ожидания, когда из этого боковика выйдет индекс. И тогда начнут, я думаю, активнее принимать участие. То есть все в ожидании. Вроде как уровень такой трендовый пробили вот здесь. Там, помните, дельта была большая на продажу. Могут их еще и сбросить, протестировать. Там уже и по нефтянке надо было смотреть, по Газпрому. Ну, 108 уровень мы отметили. Видите, пока здесь не могут решиться участники на активную торговлю, на индекс РТС, потому что пока неопределенность. Вот они и ждут выхода из флета. Но выход из флета, я думаю, будет очень, очень с такой, с подставой сильной. Так, вот у нас понедельник. Практически всю сессию они тут старались размещаться. И выделим этот уровень. Вторник даже там протестировался. Очень такой активный уровень был во вторник. Здесь неплохо наследили объемом. И поддержка не на самой-самой крупной ликвидности прошла. Ну, что-то там все-таки проторговали. По 25 тонн примерно под каждой цене отработали. То есть, ну, здесь пачка была сильная. То есть, два дня снижения и потом такая мощная пачка. Здесь оказаться, протестировать этот уровень под флотку было самое оно. Два дня, даже два с половиной. Пятница, кусок четверга и вторник запаковались вот сто четыре, сто четыре с половиной. Возьмите это как ядро недели. Даже можно захватить 105-ю. Я думаю, вот тут хорошие объемы. По гистограмме, в принципе, коридор хорошо проторговали. Вот 104-105 ядро недели. Тут второе ядро, потому что здесь не особо сильное различие. Ну, в плане, там, уровень ликвидности. То есть, в среду уровень поддержки вполне может себя проявить. То есть, еще сессию на рост и модель реверсивной недели практически завершена. Поэтому поддержка на уровне 120-150-102-650 очень может быть кстати. Так, и рубль. Вот такая просто штиль, штиль, жесткий штиль. Для спекулянтов, конечно, это жесть. Сергей Муратов, как вы предъявите границы диапазона? Смотрите, давайте вот такие моменты, которые нужно минут 10, а то и 20 выделить. 1 июня запишите, напомните мне, хорошо? Я расскажу, выделим 15 минут и обсудим, как выделять диапазоны. Есть определенные массивы, где концентрируется крупный объем. И вот эти массивы мы захватываем. То есть, там, где аккумулировалось деньжище. Вот по гистограмме у нас 50-750 и 53-0. Была небольшая поддержка на 49-600. И вот очень важно будет с вот этим уровнем. Защита на этих трехсессиях неплохо, плотненько поработали. И вот эту локацию надо обязательно взять. Тестировали ее разок на той неделе. Поэтому хвост в 51-100, 51-400 импульс. И на защите, ну, в принципе, неплохая модель и сценарий на защиту сопротивления. Вот здесь до сих пор я бы выделил, как один из основных диапазонов. Создали давление. И вот вторая стадия, я бы сказал, как раз уже перенесли максимальный объем за контракт по рублю. На цену 50-600, там полтора миллиона. И еще давайте посмотрим, как выглядит спот. Значит, томик у нас очень активно на 49-й. Здесь самая-самая ликвидная сессия за неделю была. Сейчас мы посмотрим на дельте, насколько проявились те или на другие спекулянты. И здесь полтос очень ликвидненько, очень-очень ликвидненько. Уже 5 сессий. Если не брать эти. То есть, вот эти подряд фактически 5 сессий жестко на 50-й стоят. Ну, движение очень может быть импульсным, так как выходили из этого диапазона. Где он там? Вот здесь тоже порядка 6 сессий рухнули, откорректировались. И 2 сессии было нехорошее движение. Создали похожая моделька, ну, не прям уж так, точь-в-точь. Вот тоже здесь 1, 2, 3, 4 сессии простояли. И затем на 3 недели движение было стабильное. Ну, отсюда будут выходить очень сильно, потому что это минимум контракта. Ну, это хоть и спот, но мы берем временные рамки июньского контракта. Есть тоже подозрение, что ЦБ вмешался. И, ну, будем смотреть. То есть, если будут защищаться на 50-65, 51-05, вот на сопротивление можно там попробовать поработать. Пробитие 49-й может не быть таким мощным, как ранее они расширяли диапазон. Но откорректироваться на 52-ю, а то и 53-ю желающих, наверное, много. Потому что это минимум контракта, плюс еще нестабильно выровнялась ситуация в экономике. Ну, в общем, пока рассматривается и те, и те сценарии. Ну, пробитие 50-65, 51, наверное, создаст на недельке две движения на север. Так, тут плотненько, видите, практически все сессии на одной ликвидности по уровню идут. То есть, большие-большие несомнения. То есть, одна и та же ликвидность каждый день – это, скорее всего, ЦБ. И это они никак не скроют. Просто один и тот же объем каждый день. Каждый день. Так, дельту давайте посмотрим. Так, дельта еще и на фиче и на споте. Это не то, нам надо это. Так, напомню тем, кто давно не посещал WallSuite Online, появился редактор. Можно чертить линии, рисовать всякие элементы и даже подписывать это все. Есть текстовый, даже текстовый редактор. В общем, DrawTool во всех графических модулях справа и вверху можно юзать. Линии сохраняются, как видите, и даже адаптивны к самому графику. Ну, в общем, кому надо было сильно, вот, можете пользоваться. Так, ситуация по… Только не забывайте его выключать, потому что потом будете рисовать постоянно. С 19-го числа практически все сессии на дельте байера на рубле фьючек. Причем, сегодня даже 65 тонн. Давайте увеличиваем масштаб. Вот, чтобы хорошо было видно. 53, 19-го числа. Этуру не пробили. Смотрите, здесь нулевая дельта. Скорее всего, скидывали с топори вот этих байеров. И 65, и стоят на 50, 385. Что у нас на сопротивлении? Плотно просто, вот прям плита селлеров была на уровне 51,700, примерно 52,700. Вот диапазончик. Здесь плотно проработали котировочку. И еще ближайшие две такие сессии с активной дельтой селлера. Это вот в районе 51, даже 50,900 и по 51,300. Вот здесь просто Армагеддон. Еще и потом захватили все, кто на шор зашел. Вот так вот, в общем. Пробитие вот этой локации, это уже 52, 53, железная, наверное, будет. Коррекционный момент, что они уже, видишь, толкать дальше сложновато. Все сложнее и сложнее, а ликвидность и ликвидности не пребывает. Так, давайте посмотрим на споте еще. На споте здесь прям вот, прям вот так. Положительная дельта. Причем 4,600, 19-го числа, в рубле там была дельта на бай. Вот они его, кроссуровень этот не пускают. Видите, здесь поддержка идет на этом уровне. Здесь 4,600, ну и дельта здесь 648. В процентах это примерно 13% перевес за байерами. Здесь 13% тоже, здесь 20%. Ну вот, выше 10% в 3 сессии подряд. То есть вот эта локация, она наиприоритетная, то есть наиболее приоритетная. 49,2, относительно нее уже ориентируйтесь по направлению. Жесткая поддержка. Идем на север. Как только пробьют этот уровень, 49-й, будем еще ниже. То есть все, вот коридор номер 1. Так. Где там у нас 15 минут на тавал? Давайте выделим спекулятивные уровни. Жестко. Вот на этой неделе очень жесткая была. Здесь вскидывали стопы просто невероятно много раз. Особенно посмотрите на вот этот понедельник. Это просто какой-то ежик. Туда-обратно. Наверх, на север. Вернулись. 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 Ну, там пострадали многие. Значит, ну, два дня они объемчиком наследили вот на этой цене. Здесь вот набрали немножко. И тут после чего пошел активный рост. В разной сессии, ну, вот можно заметить, активность крупных была вот на этом диапазоне. Он не сильно отличился по профилю именно в гистограмме, но такие активности я бы рекомендовал выделять. Потому что в разные дни, причем, тут пятница, там вообще вторник, четверг здесь разворотис нарисовал. То есть, ну, поддержка вполне может быть. Вот 50.030, 50.160 возьмите на всякий случай. Если не пробьют, то, скорее всего, север движения на некоторую, ну, на недельку, может, больше. Так, 50.460. Тут неоднократно сдерживали активность байеров. И пробитие, наверное, вот этого массива, в принципе, этого коридора будет на импульсе. То есть, импульсивно толкнут, я думаю, что, потому что, судя по всему, они очень, уже три дня сдерживают котировку, чтобы она не ушла раньше времени на рост. Поэтому пробитие будет сильным. Ну, и 50.620, там самые хитрые вообще разместились. Дальше идем. Еврик. На вооружение обязательно диапазон этого массива. Похоже, что это дозагрузка селлеров, причем якобы надолго. Тут все три сессии просто в наглую разместились в таком коридоре плотном, что тут не выделить просто нельзя. 10.95, 11.60, три массива, три дня, неплохая ликвидность, не аномальная, но повышенная. И снятие стопов, как обычно по сценарию, все пробили и уже торгуются намного ниже. Поэтому сопротивление, то есть защита уровня селлеров на следующей неделе здесь потенциально может дать неплохую сделку. В противном случае, если пробьют этот уровень, то я бы сценарий на продажу пока положил в сторону. То есть на следующей неделе все внимание относительно этого коридора. Так, ну на максимуме здесь очевидно две сессии были прям армагеддон неуселлеров, прям разместились неплохо и такая вот импульсивность. То есть уже недалеко ядро контракта, он пока остается на 10.74, 10.84, даже чуть сместим его. То есть тут уже, я думаю, это снижение немножко успокоится. Далее поддержка еще была два раза на 5.75, 6.45. Тут и в начале контракта разместили и защищались потом в середине апреля. Так что вот по еврику вот такая картина. Можем посмотреть дельту, но она в принципе на еврике хромает. Уже давно заметили, что если готовится движение на продажу, то начинаются отчеты повеселее идут и всякие негативные новости поменьше проскакивают. Как только надо рост, появляется Греция, появляются проблемы в безработице, подключают Португалию еще, какие-то военные конфликты и почему-то потом идет рост. Так, ну в общем, вот такая дельтура. Это вот уровень 8.57, тут понятное дело. Вот вся эта дозагрузка как раз и прошла на селлерах. Дельта вчера на покупку, соответственно, вернее, да, да, снятие стопов у селлеров, а это баймаркеты и сегодня еще кучу байеров. Ну, может быть, откорректируется. Есть еще возможная модель с 1.04, там 1. Если, как только откроется сессия, там после понедельника, нормально будет ликвидность, то возврат на 1.12, причем в очень срочной форме, скорее всего, подтвердит снятие стопов модель. Но лучше дождаться дальнейшего расширения выше 1.12. Потому что сейчас, видите, практически все рынки на очень жестко играют, очень жестко. То есть динамика меняется за сессию по несколько раз на многих рынках. То есть это нестабильная ситуация, неопределенность, судя по всему. И это для системной торговли очень тяжело. То есть неприемлемые условия. Давайте открытый интерес посмотрим, что там по еврику вообще выходят или заходят. Вуаля. Скидывают. То есть весь этот рост, который набрали, сбрасывают. И не поступает топливо новое на движение на шорт. Вот нет пока вливаний. Постепенно, скорее всего, байеры, которые тарились где-то в районе 1.06, 1.07, 1.08. Да, и селлеры могли позы скинуть, скорее всего. Ну, в общем, выходят здесь по открытому интересу прям вот всю неделю выходили. Теперь понятно, почему. В четверг и сегодня такая дельта. Ну да, возможно, 100 бы посрывали. Ну, в общем, картина не самая лучшая. Поэтому может и корректировка быть, и даже боковик. Факт того, что выходит, этого уже вполне достаточно. Потому что на еврике дельта очень такая грязная. Представьте, сколько там алгоритмов, механизмов разных работают. И просто значение дельты на еврике достаточно грязное. Там нужно фильтровать специальным образом. Так, ядро недели. Три единицы. 11.60. Просто не могу попасть на... 11.60. Торник, среда, четверг. Шух. В общем, все внимание на этот диапазон и на дозагрузку продавцов. Их как раз протестировали сегодня. Не пустят выше этого коридора. Вполне есть шансы на движение к 1.09. Или может даже 1.08. Возврат в этот диапазон уже как бы... Можно присматриваться к возможным размещениям на покупку. Но нужно пробить 11.85. 12.20. Да, ну, прощаться должны. Если же не будет прощания с этим коридором на продажу, то, ну, вот видите, здесь дозагрузка была несколько таких этапчиков. Особенно, видите, здесь активненько минимум недели. Там, где стопори все размещали, а здесь прям вот кишит просто объемом. Смотрите, я вам увеличу сейчас масштаб. Я поставлю вот уровень, это минимум недели. Там 1-2-ти-ка зазор, ничего страшного. Вот это минимум недели. И... Весь коридор здесь просто... Там, где все стопори поставили. Раз, два, загрузка. И тут, вот если этот уровень не пробьет, то есть, манипуляторы в любом случае там за стопами сходили. То есть, если не пробивает, то есть возможная вероятность хорошая на ашорт. Возврат в коридор ядра недели. Можно присматриваться к активности на покупку. Но... И могут пообращаться. Поэтому осторожненько. Там... В этом диапазоне будет нелегко. Фунтяка. Фунтяка идет только к минимуму недели. 54.71, 54.54. Тут объемника разместили во вторник. Защитили в среду. И у нас такой пролет сильный. Ой-ой-ой. Два массива. Понедельника и четверга. Прям в открытую давили. Здесь два раза целлеры. Поработали. Раз. И... Ну, это жестко на самом деле. То есть, спекулятивно такие маневры за одну неделю устроить. Очень жестко. Поэтому сопротивление. Массивное. 56.80 выделим. Это диапазон целлеров. И 56.50. Вот. Среда между двух дней. Ну, и вторник якобы на поддержке. Но уже, как видите, мы ниже вторника достаточно давненько. Осталось еще продавить 54.54 и 54.71. Защита может быть вот на этом массиве. Тут и вторник размещался. И среда. Жестко поскидывали у всех. Еще и до загрузка была сегодня. Поэтому, наверное, интересно будет еще и с этим уровнем поработать. То есть, те, кто торгует на валютных фьючерсах, 3 пятерочки и 55.25 достойны внимания. Тут защита селлерами. Если селлеры будут сильно защищать пикетировочку, дальше нужно будет пробить и 54.54 и 54. И дальше уже 1.5, 1.3. 1.5, 1.7. давайте возьмем и по 195 этой весной ядра максимальный объем перенесли уже на 12 0 точно 1204 с половиной вот но ядро я бы еще оставил как раз в этот коридор то есть золото может еще протестировать его перед ростом но если золото уйдет ниже ядра то покупки уже точно не стоит делать мы что здесь жестко удерживали размещались ведь четыре раза пять шесть раз проявили внимание вот к этому уровню это же четыре сессии стоят все ждут наверно ввп штатов 1221 1228 ввп штатов если выйдет хуже предыдущего то у федеральной резервной системы просто не будет никаких вариантов на повышение процентной ставки пониженные ввп означает слабость экономики поэтому станок выключать не время и скорее всего опять на пониженном ввп волстрит онлайн начнет ой не волстрит онлайн а волстрит начнет затариваться покупками потому что печатают деньги и их обязательно нужно вкинуть в стаки так вот такая вот схема на золоте и посмотрим что там на дельте они станок не выключали не не знаю сколько лет уже 2008 года придумывают просто разные названия для этого там киевики 2 киеве 3 потом я уже забыл как они называются сплит и не 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 спида вроде какой-то сплит ну что ж что только они не придумывали какие активы они не выкупали поэтому им просто нет выхода на эту тему очень классно этот видос про федеральную земную систему на youtube канале в офис зайдите посмотрите там должны были три езда вот спасибо макс твист программа твист там есть видос его вроде разблокировали уже если не раз если не разблокировали то его залили в социальную сеть вконтакте в раздел видео группы волфикс вот там она точно есть посмотрите там бернанке отказывался давать интервью некоторые сотрудники рейтинговых агентств прям в бешенстве интервью давали ну на вопрос почему вы дали банку рейтинг 3а то есть рейтинг 3а это стабильный уверенный рейтинг покупай и держи за два месяца до краха 2008 года им дали рейтинг 3а сотрудник вот этого рейтингового агентства или стандарт импульс или мудис не помню прям красный сидел за столом там просто у него пена сорта и шла так что стоит посмотреть очень так дельта у нас 19 числа вот они их вот здесь вот проявили там смотрите уже три сессии боятся пройти 12-12-18 и жестко заходили 25-28 прям на макушке пострывали стопари вот и дельта как видите пока не остановилась у селлеров может быть пойдут ниже посмотрим ну в общем 11 80 11 90 никто не отменял здесь просто очень активный диапазон активно поддерживали пробить этого уровня скорее всего даст очень сильно движение на шорт так да за такие фильмы могут убить так ну в общем движение на север не особо встретили участники и выходили и выходили и сейчас выходят поэтому могут вполне откорректироваться в общем у этого роста топлива заканчивается и выходят очень быстро так золото на спекулятивных уровнях у нас выделим а вот текущая неделя ну тут лежит прямо на дне лежит на полу золото недели и два раза тут поддерживали поддерживали да не удерживали в общем пробьют этот уровень они пробьют ну что они на золоте любят вот так вот на потолке в пятницу зависнуть и потом будь что будет и вот на дне так под пятницу и все жди пробития его не будет просто так золото это любит такие вытворять маневры поэтому не факт что пробьют либо пробьют но не в первую часть недели первую половину сопротивление 12 12 с половиной на 13 7 тут загрузка солер во вторник было жестко не пускали в среду четверг и еще и прощались пятницу вроде как активность за селером но думаю коварно будет выход ниже коварно пойдет так 12 05 здесь была активность тоже вот сегодня два раза тут объемчиками защищали селера поэтому если вот этот уровень не пробьют то тогда уже на юг большими шагами и поддержка такой вот узенький уровень и абазончик ну вот так вот в общем селеры практически все время контролировали цену буквально вот эта часть которая за байерами и и все среду жестко всех выбрасывали и пошли на минимум недели так давать еще бренд вот бы все биржи тактики разделали как айс одна буква и все так бренд на периоде этой весны раз два три и мы уже 65 65 видим цену ну прям просится пробить 64 последняя инстанция это 62 40 63 тут 4 сессии формировали покупку вот но основные объемы сконцентрированы вот тут шлищи с планер с половиной раз два три раза уже селеры защищают диапазон то есть 68 жестко контролируется за селерами поэтому снижение вполне ожидаемо но лучше верить фактом лучше дождаться пробития ну если позиционно то 63 вот могут сбросить байеров здесь то есть как сценарий на покупку и тогда уже сильное движение на 66 67 будет подтверждать этот коварный коварный план ну в принципе посмотрим вроде как бы поддержка есть вроде как бы селеры но селеры более так активнее себя проявляли последнее время вот здесь ликвидность не не падает вот буквально на пятницу снижение ликвидности пришлось и давайте дельту посмотрим на броните 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 вот 20 еще и 21 нас на покупках сразу после маневра сегодня правда чуть почти 4 тонны за селерами вот так ну в общем массивность вот этих продавцов достаточно плотно проработана коридоре на 64 с половиной 65 5 поэтому если сильно не пустят на 66 с половиной цену могут и пойти южнее что они особо не любят отпускать далеко котировку от своих размещений 140 130 тонн ликвидкой и и 10 процентов на селере в общем вот так вот хороших выходных уже пришло тепло лето буквально вот-вот начнется под подбейте итоги июньского контракта и быстренько покупайте путевочки идите отдыхните весна была не из легких встретимся следующую пятницу 20 00 как обычно по одной и той же ссылке те кто опоздали либо не успели будет в рассылке обязательно видео запись к понедельнику либо в течение выходных проверьте почту ну и на разместят в группе волк волк стрит онлайн фейсбук обязательно так что вам всего хорошего хорошего вечера хороших выходных и попутного тренда до свидания пока fire 4 4 5 7 8 7 8 9 9